Сегодня мы побывали с семьей, так сказать, в очень занимательном месте. Мы ездили отдыхать в яхт-клуб Сич в городе Днепр на набережные Победы. Занимательное место. Как-то так получилось, что яхт-клуб этот уже существует достаточно давно, но как-то мне не приходилось там бывать. И вот, волей случая, мне как бы еще раз судьба напомнила о том, что существует такое место. И мы отправились с подругой моей, с ее сыном и с Нюточкой, дочкой моей, в этот яхт-клуб. Призанимательнейшее место, нужно сказать. Очень милое. Очень классно, что в доступности большое количество домашней птицы. И павлины, и гуси, и утки, и утки-мандаринки, и фазаны. И чего только там нет, и все эти птицы, они ручные. Не просто ручные, а ручные обнаглевшие. Просто не то, что не боятся человека, а, скажем так, напрашиваются на контакт с человеком, просят еду, и не просто просят, а как ракетиры, особенно гуси, как ракетиры эту еду выбивают из людей. И даже просто тырят из пакетов. Очень интересные птички, наглые. Гусей я прозвала вообще ракетирами, бандитами. Ну, павлины, они поосторожнее. Они вообще по своей сущности более осторожные птицы. И это удивительно, что вот у них павлины вот настолько ручные. Как правило, павлины довольно-таки осторожные, даже к своим хозяевам привыкают долго. А здесь же, видимо, настолько такое место, где их никто никогда не обижает, что они прямо, ну, это достаточно редкое явление. Очень-очень-очень ручные. Нам еще пришлось увидеть тоже очень милую картину, выводок маленьких павлинят, что тоже увидишь нечасто. Ну, это о чем говорит? О том, что павлинам этим подходит прекрасно место и питание. В общем, место интересное. Кроме того, у них еще и там целая группа тоже ручных достаточно, более чем достаточно ручных. Лучше точно не знаю, то ли это нутрия, то ли это выдра. Как-то я потерялась, что это за зверь. Ну, в общем, все называли их выдрами, поэтому остановимся на том, что это выдра. Ой, какие они классные. Этими лопушечками берут еду, как маленькие человечки. Просто умилительные, классные животинки. Выдры просто покорили, конечно. Ну, и виды красивые. Красивые виды. Днепр, природа. Строится это, конечно, что-то такое глобальное там будет. Рестораны, отели. По-моему, яхт-школа какая-то планируется там постройке. Такое серьезное, серьезное будет это, что это будет база. Ну, яхт-клуб, да, яхт-клуб. Интересно, конечно, съездили интересно. На сегодня вход в яхт-клуб, на территорию яхт-клуба бесплатный. Но я думаю, это временно. Пока еще на территории идет стройка. Пока идет стройка, как бы уже есть озелененная территория, есть все вот эти водоемы. Но строятся сами бунгало, строятся сами вот эти отели. Поэтому, наверное, вход и доступен, и бесплатный. Думаю, в будущем, конечно, эта вся лафа быстро закончится. Да, из опыта жизни в нашей стране. Но, тем не менее, была возможность. Мы, конечно, съездили с удовольствием, посетили это место. Насмеялись, нахихикали, наохали, наахали. Потому что, да, это прикольно. Это прикольно. Ну, я, собственно, к чему? Я к тому, что контактный зоопарк продолжился и у меня дома. Потому что у нас свой контактный зоопарк. Я вам хочу сказать. Смотрите, у нас выводок лягушат. В этом году это первый выводок лягушат. Самые первые лягушечки. Вот такие. Вот такие маленькие. Размер их примерно 1-2 сантиметра. Вот такие крошки. Смотрите, какие. Вот такие, как таракашки. Некоторые еще с хвостиками. Вот смотрите. Промежуточная форма. Видите? Уже не головастик, но еще неполноценная лягушка. Или вот. Видите? Вот она с хвостиком еще. Еще хвостик не отвалился. Вот такая. Это очень интересный такой момент. Я всегда люблю, когда маленькие лягушата появляются. Возможно, вы скажете. Боже, их же тут сотни. И куда их потом такое количество? Так вот, я скажу из опыта. Я не знаю, куда они деваются. Скорее всего, излишек лягушек просто уходит. Либо они сами как-то регулируют свое пространство пищевое для жизни. Остается всегда, каждый год остается определенное количество лягушек в итоге. Там около, может быть, 20. Ну, плюс-минус. Вот так, на глаз. Весной я всегда насчитываю около 20 лягушек. Куда деваются все вот эти сотни малышей? Причем, это же только первый выводок. Таких выводков будет еще как минимум один или два. Куда они все деваются, сложно сказать. Либо они уходят по округе. Я снабжаю все Иларионово этими лягушатами. Либо, возможно, кто-то их поедает. Ну, как вариант, да? Куда они еще могут деться? Вот. Но это, конечно, очень интересно за ними наблюдать, как они растут. Такие малыши. Прикольные. Деля у нас пришла на водопой. Делечка, ты на водопой пришла? Моя девочка. Вот. Так что вот у нас тоже такой земноводный, контактный зоопарк. Не часто такое можно увидеть. В природе заметить вот этот период, когда вот такие малюсенькие лягушки, не так просто. Они все-таки прячутся от хищников. А здесь для них нет никаких врагов. Естественный враг для них, наверное, только они же сами. Их большое количество. И как-то они его там регулируют. Ну, вот такие интересные. Такой вот у нас зоопарк свой, собственный. Красиво сейчас. Сегодня первый день без дождя. А, вчера тоже не было дождя. Да, и вчера не было дождя. Наш еще один зоопарк контактный. Дети. Дети, дети, дети. О, у Маргошки уже уши встали. Вон какая ушастая. Марго, Марго. Марго, вот это ярко-рыжая кардиган. Маргошка. Крэйзи, стар. Вот такой, ой-догой. Вот там в уголочке. Там Ромка, это Раджа. Все детишки собираются. Так, детей мы уже накормили, напоили. Все у них убрали. Все, долг выполнили. Перед поездкой их накормила. Приехала еще, накормила. Все ходят толстые, пузатые. Пузо наели до пола волочат. Они сейчас мне напоминают поросят этих, как они называются? Вьетнамских. Вьетнамских поросят. Вот у нас какая роза красивая. Побывали мы, конечно, в очень интересном месте, красивом. Знаете, по озеленению, я вам хочу сказать, дома-то ничуть не хуже. А может даже и лучше. Ну, конечно, не те объемы. Не те объемы. Но и воды не хватает. Все-таки на воде это всегда классно. Это всегда романтично. И вот эти бунгало, которые они строят на воде, я думаю, будут пользоваться спросом. Интересно, какая будет цена. Я так предполагаю, снять бунгало, наверное, долларов, учитывая наши реалии украинские. Долларов так от 200 они будут запрашивать за ночь. Хотя это, конечно, немыслимые цены. И куда более интересных местах бунгало в Греции, например, стоит 100 долларов. Это точно. И намного более интересные места. И намного более будут они комфортные, с лучшим сервисом. Но Украина есть Украина. Тем не менее, приятно, что такие места появляются. Что есть выбор хотя бы. Что есть хотя бы выбор. И есть куда поехать. Не всегда же есть возможность выехать за границу. А вот провести выходные в интересном месте хочется. То есть, в принципе, это все прекрасно. Другой вопрос, что, конечно, такие места должны быть более доступны для людей, для семейного отдыха. А пока они, конечно, для основной массы населения недоступны. К сожалению, даже по количеству и по качеству машин, которые были припаркованы, совершенно как бы понятно, какие люди предполагают для себя нормы отдых в таких местах. Поэтому на сегодня это наши реалии. Вот так. Но все равно было здорово, было классно, красиво. Мы очень довольны поездкой. Хотя, конечно, драка у голубей на соседнем дереве. Прям драка, бой какой-то голубиный. Все собаки туда побежали. Что там происходит? А у соседки очень красивая, господи, что это у нее? Как же дерево называется? Цветет красиво в мае. Как? Ну, кто красиво в мае-то цветет? Прям красиво-красиво. И пахнет. Вся как белой пеной покрывается. Ну, что это за склероз? Ладно. Так вот, очень красиво цветет. Но сейчас просто зеленое дерево. И вот в кроне этого дерева голуби устроили войну. Просто войну. Интересно. Ну, и собакам тоже любопытно, что же происходит. Вот, собственно, я вам и рассказала о нашем сегодняшнем дне. Такие у нас новости. Вот. Всем хорошего настроения. И пусть ваши мечты воплощаются. Пока-пока. 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 Пока-пока.